Рада приветствовать вас на своем канале. В этом видео хочу поделиться невероятно классным рецептом нежного, вкуснейшего шоколадного рулета. Обязательно досмотрите видео до конца и попробуйте сами и все поймете. Теперь переходим к самому рецепту. Сотейник заливаю сливки и ставлю на огонь. Нужно довести до кипения, но не кипятить. Жду первых пузырьков. Только появились первые пузырьки. Снимаем сливки с огня. Теперь в отдельную чашу засыпаю темный шоколад в калетах. Шоколад у меня кондитерский. Заливаю его горячими сливками и помешиваю. Жду, когда растопится шоколад. До конца он разойтись не может в сливках, поэтому придется немного поработать погружным блендером. Буквально минуточку погружным блендером поработала и все хорошо разошлось. Получилась жидкость однородная. Далее накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник на стабилизацию часа на 4-6. У меня 6 часов простоял крем. Тем временем приступаю к приготовлению бисквита. В этом рецепте бисквит достаточно простой. Мне кажется самый простой бисквит, который может быть. Обычно я такой бисквит не использую, но для этого рецепта он идеально подходит. Соединяем чаши сахар, щепотку соли и яйца и на высоких оборотах взбиваем приблизительно минут 10. У меня миксер мощный, поэтому не хватило 5 минут. Далее соединяем сухие ингредиенты в муку, какао и разрыхлитель. Просеиваю прямо в чашу к жидким ингредиентам. Хорошо все перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх. Тем временем разогреваем духовой шкаф до 170 градусов. Подготавливаем противень. Накрыла его перфорированным ковриком. Выливаю тесто и при помощи шпателя распределяю теста по противню. Выпекается бисквит минут 15, но вы ориентируетесь на готовность. Бисквит давно приготовился, уже успел остыть. Очень хорошо отходит от коврика, переворачиваю его и теперь нужно его пропитать. В качестве пропитки я использую горячее молоко и одну столовую ложку сахара. Растворяю сахар в молоке и при помощи силиконовой кисточки пропитываю весь бисквит. После того, как пропитала весь бисквит, перехожу к крему. Начинаем взбивать крем на высоких оборотах. Сначала крем становится очень жидкий и кажется, что он не загустеет никогда, но постепенно он начинает густеть. Крем получается очень нежный и воздушный. Идеально сочетается с данным бисквитом. Вот на видео уже видно, что крем начинает густеть и еще чуть-чуть и он совсем стал стабильным. Выкладываю крем на бисквит. Немножечко крема оставила для того, чтобы далее украсить сверху рулетик, чтобы он выглядел более эстетично и красиво. Распределяю шпателем крем по всему бисквиту, чтобы нигде не осталось пустых мест. Далее буду сворачивать в рулетик вот таким образом. Теперь накрываю рулет пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум часа на два, а желательно чуть-чуть подольше. Я вообще делала на ночь, поэтому я убрала рулет в холодильник на ночь. Он у меня идеально пропитался. Чтобы он не подсох, я завернула его в пленку. Да, кстати, еще остаток крема тоже убираем в холодильник, накрывая пленкой в контакт. Вот наступило утро, пора украшать рулетик. Подобрала вот такую насадку, мне кажется, выглядит классно. Украсить можно рулет по-разному, все зависит от вашей фантазии. Я в этот раз захотела украсить именно так. Но я решила на этом не останавливаться и дополнила оформлением, посыпая сверху какао и немного стружки шоколадной. Выглядит потрясающе! А какой он вкусный! Давайте посмотрим, какой он на разрезе. Уже не терпится. А пока я разрезаю рулет, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. И не забудьте оценить это видео. А если вы все-таки попробуете данный рецепт, то обязательно поделитесь впечатлением в комментариях. Думаю, будет интересно всем почитать. Вот такой он получается на разрезе. Он невероятно нежный. Вилочка прям скользит по нему. Дети в восторге. Я довольна результатом. Всем рекомендую попробовать данный рулетик. В голове еще много разных идей, поэтому не пропускайте мои видео. Всем хорошего настроения! Только вкусных рецептов! Надеюсь, видео было для вас полезным. До встречи в следующем ролике!